так что саму зончик подрублю есть не сильно громко вроде нет так давайте рассмотрим что у нас тут интересное это не то это не то и сейчас где тут у нас переведем на русский так заметка 7 февраля давайте посмотрим что тут у нас заметка патчи новый рейд босс небеса асуры и даже название новые не придумали короче я так понимаю мы же все прошли предыдущего босса извиняюсь последнего которого добавили да все же прошли они нового добавили там наверно левел 180 какой-то у босса будет небеса асуры последний по моему какой 155 или 160 до левел у босса но у этого добавьте еще левелов 5 или 10 наверняка просто жесть какая-то новый рейд забытая арена арена то есть я так понял добавили нового рейд босса на 5 человек и на 15 если правильно понял добавят добавлен очаг ци что такое очаг ци свои способности посредством уединенного обучения сейчас может там ниже будет подробности да но давайте ладно просто так новое событие трепет сладкой любви а ну поняли к чему да это сладкая че сладкая 4 14 дневная посещаемость будет проводиться перевод классный да короче каждый день будем заходить и получать какие-то плюшки да вот как-то так продолжим так будет введено событие это понятно новый эпический дух краснорогая комета оцените да сейчас оценим будет добавлена функция избранная в рейд экспедицию портал наверно это спасибо деда старин майка спасибо типа психи он подкинул на шлюх и кокосик 200 рублей на шлюхе кокосик и тебе спасибо громнейшее спасибо тебе эти хорошо и чаще песенку не кинул хейтер да спасибо тебе громче дистрион вот так вот продолжим спасибо тебе пупсик так да это мы сейчас отдельно подробнее посмотрим ограничение уровня в чате для всех каналов будет изменено интересно повысят или понизит наверно повысят чтобы знаете не могли всякие там ботов создавать и спамить через них че их просто не банить сделать какого-то бота который будет их банить да за постоянный спам ну вы видели все играют на и у кластере эти китайские спамящие боты 170 требуя мощность для входа 134 кбм умножайте на 2 если вы в игре видите любую минимальную или просто рекомендацию по бэму всегда умножайте на 2 для комфортного фарма так чтоб не париться особо даже на авто то есть вот эти 134 это надо 500 человек с таким бэмом бред ну босс такой уже существует я думаю вы увидели так забыты а ну и поросеночек такое есть он там щитом вот этот босс он офигенный если вы его хоть где-то били именно золотой золотой свин есть обычный сена есть золотой вот тот что золотой он у него скил и как у тора он разбегается бьет молотом он отталкивает вас щитом у него есть не уяс у него куча контроля этот босс он реально он не очень много урона сносит у него нет шотающих скиллов ну про этого я не знаю а про того что в игре но все вот эти золотые поросятки у них уникальная подборка скиллов разрабы над ними запарились и я не удивлен что его сделали боссом потому что если у него будут такие же скиллы будет сложно особенно вот этот удар молотом тора прям но он у него большая дистанция и он откидывает и после этого ты еще и станешься если они просто продублирует ну ладно 175 конечно 175 уединенное обучение будут добавлены новые очаги ци добавлены новые очаги ци меридиан ускоритель и а я я у меня короче когда я прочитал у меня была мысль что добавили седьмую ци ну или она будет 4 или в конце 7 они именно добавили в уединенку требуемый уровень 130 видите чатик то есть теперь новая мотивация взять 130 левел блин а у меня есть синие веточки и сейчас наверно каждый задумался да так честно я на каждый подумал а если у нее синие веточки и у меня по-моему есть штук 40 ну да то есть это получается 1 2 3 4 а чего они будут давать не написали максимальный этап для общего уровня будет таким же как и предыдущим до типа до 10 уровня блин у кого 6 левел то уже какие-то боги блин то есть это получается мы об ним интересно что они будут давать мне кажется они просто продублируют первые уединенки наверное не удивлюсь если вот эти уединенки будут давать что первые самые наверху дают урон по монстрам да по моему кто помнит чатик самая-самая первая уединенка который там качается на самых нубовских левел ах по моему урон по монстрам защита от урона по монстрам и урон по боссам и защита урона от босса правильно по моему так не если они даже продублируют будет неплохо и вот заметьте раз они на сто тридцатый добавляют значит скоро через какой-то промежуток они добавят за сто тридцать пятый мотивация взять сто тридцать пятый левел да ну смотрите да вот я же говорю даже здесь дублируют я буду не против продублируют урон по мобов по не поднять защиту от мобов да по боссам это шикарно будет ну типа каждый кто сейчас сто двадцать пятый левел и думал то нафиг мне этот сто тридцатый резко начнет качать сто тридцатый да ну короче вы поняли то есть эти я спойлерил что они скорее всего сделают но мне казалось они это сделать до нового года ну ладно на месяц они опоздали хорошо так события что дадут эпические таинственные редкий камень усиления так редкий кристаллы льда 50 но это вот эти вот для того чтобы артефакты сделать и синего грейда так статуи синего дракона 10 штук эпический камень усиления редкий камень усиления почему не добавить просто картинку вот в чем проблема сделать вместо вот этого описания или даже пускай название а вот сюда картинку прилепить ну в чем проблема ну типа вы помните что такое редкий камень усиления артефакта божественного дракона ты такой так это наверное это или это не она и ты сидишь вот этот как будто пазл собираешь из вот этих слов почему картинку не добавить по картинке было бы четко и понятно ладно короче легендарная статуя дракона на штучка хорошо редкий сундук стали другого пять штук нормально так статуя синего мне тут лампа светит нас короче света нет и поэтому короче проблема да и чтоб свет у меня был я поставил вот искусство блять чуть не упала из твою мать извиняюсь поставил себе искусственный свет которыми я когда-то пользовался сейчас а она мне в глаза светит просто капец я я чуть-чуть повернул с вашего о аж как-то легче жить стало так дальше эпический камень усиление x2 легендарность 2 ничего сетчатик в суде 2 легендарных статуи дракона и у меня будет уже 79 невероятно когда-то соберу 300 второе событие магазин обмена кто йокан купидона бьоха или йокан вы можете обменять как будет йокан йокан на различные предметы у магазин магазина нпс который можно получить период проведения события из внутри игрового контента за исключением портала и рейда то есть это это понимать что-то выбивать надо будет да наверно срок сброса после обновления 7 февраля так 7 февраля по 20 то есть короче около двух недель до и срок обмена после 7 то есть еще неделя будет на обмен то есть короче в сумме на три недели приблизительно акция можно получить до вот эти йокан я не знаю что такое кит таблички наверно будут не знаю до 1000 штук в день ну то есть фармиться они будут достаточно быстро и смотрите я так понимаю вот эта акция с йоканом они 20 числа на скорее всего уже нельзя будет выбивать если бы двадцать седьмого числа можно было бы выбивать то есть это впервые мы бы делали бы сразу три акции одновременно ну где-то так бы совпало на последнем дне что и акция по клановым вот этим вот барабаном да по вот этим йоканом и соответственно еще билеты которые вот мы выбиваем и меняем там на всякие плюшки в виде мешков ладно ну короче она так не совпадет будет удален посещение указано выше периода в магазин так понятно магазин купидон бьоха расположен небесный замок ну во всех короче городах она расположена там где и обычно наверно вот этой будет нпс скорее всего так дополнительной информации смотрите ясно третье событие ничуть они прям акции завезли до скидки на билеты сладкого призыва господи сладкого запятая до призыва так период проведения с 20 так обслуживание номер 21 февраля так до 7 марта а то есть это не сразу еще ведут так 9 товаров в обычном продукте магазине который можно получить заметь будут снижены а шо это за два это наверно типа второе типа второй месяц 14 день ну типа 14 февраля наверно да поэтому 214 но я так догадываюсь у них же там типа на американский лад сначала месяц потом день у через жопу извиняюсь были все логично день месяц год нет нет месяц день год плеть ну через анус как обычно поэтому наверное 214 копеек будет стоить но фактически бесплатно такая акция уже который там третий или четвертый раз это хорошая акция дух они не чатик вы сейчас скажете что есть какой-то похожий в игре на него дух кто назовите хоть одного ну типа у кого ну типа у кого-то такие же глазки да у многих он абсолютно рядом я теперь пока походу после каждой обновы буду одно и то же договорить но все же повторение мать его учения так вот он ни на одного не похож какой причем какой скелет это абсолютно у нас скелета не похож хотите сказать что есть такой синий питомец в игре и он на него похож да нет рядом не стоял мне уже рога ребят ну что вы да это рогоносец физатаку 20 дает ну давайте все мы посмотрим а почему его зовут краснорогая комета ладно блин короче физатака это приятно ну для тех кто играет и так прилив силы максимальное хп вот три косаря дают как легендарные три косаря хп дает ну типа хп много окей физатака мага так ладно антидемоническая сила пскока мать его а то есть они нам добавили еще одного поэта на 18 процентов опыта ну да я же предыдущего получил вот 15 процентов то есть вот тот которого добавили он дает 10 процентов да правильно ну да то херня до 10 процентов этот 15 еще и 15 к урону от навыков 6 вы прикиньте как его теперь захотят спойлер следующего пета введут будет 20 процентов анти демонической силы и 20 процентов урона по монстрам или что-то типа там допустим 20 крит урона или плюс 100 к шансу крита или 100 точности там или 150 вот к бабке не ходи и здесь может не 18 процентов 20 сделают ну 20 это перебор сейчас пока 18 дашь уж не на не торопите коней и так и сильная воля прикрит уклон еще раз прикрит у уроне уклонение открыто плюс 100 на 15 секунд так а уклонение 300 на 5 секунд она вместе будет работать или как-то отдельно будет бафаться перезарядка 60 ну скорее всего она один раз будет вылазить но в виде или одного бафа или двух но скорее всего 2 потому что один на 15 секунд а другой на 5 секунд прикрит уроне уклонение открыто то есть когда я критую или по мне критуют а с другой стороны зачем это надо защита от крита на 15 секунд в пве ну типа да если ты не тянешь этих мобов чтобы быстрее выйти там на антидемонический зал ну лучше бы наоборот давала тебе крита чтобы ты еще чаще критовал то есть ты кританул у тебя получилось и ты еще и на 15 секунд повысил вероятность крита вот это было бы интереснее да ну мне так кажется и уклонение плюс 300 на 5 секунд ну ты допустим каждый уже наверное подумал да ты собрал паровоз кританул по первому монстру там скиллом наверное лес автоатаки у тебя сработала эта тема и ты получаешь 300 у ворота на 5 секунд ну и типа за 5 секунд и зачастую весь этот паровоз убиваешь ну там может 10 но вы поняли да принципе это интересно да по тебе будут реже критовать если вообще по кому-то идти ну допустим на седьмом этаже на антидемонический зал и ты получаешь этого питомца да он очень сильно пробустит и урон от скиллов поднимет и физ атаку поднимет 90 плюс еще 20 за его призыв это уже считай по сути дела 110 вечного до хп тебе поднимет ты будешь больше с банок хилиться и так далее урон просто по этим же демонам поднимет какие защиту от них так еще и на 15 секунд уклонение открыто и на 5 просто у ворот ну типа да но все сочетается тут вот к этому по эту претензий нет он четко пвешный вот прям четко конечно если по маг атаку не давал но знаете для идеальной для хила и для рубаки да для всех остальных либо тебе физ атака не нужна либо тебе маг атака не нужно но в принципе если не придираться к тому что где-то я вот такую пушку видел как у него все остальное конечно новое в принципе пэт согласитесь прям топчик понимаете да откуда он знает вот ну короче дальше давайте так сервер завоевания опа увеличено количество опыта за охоту на монстров в башне черного дракона я правильно перевел башня черного дракона это именно где вход за билет я просто не помню как она называется также называется да а как называется лабиринт вот тот в котором четыре этажа лабиринт черного дракона честно я не помню как и на я захожу я сразу нажал войти и все это я уже не помню название по-моему башне это куда за билет до заходить по моему так интересно насколько увеличит опыт они бы потом просто мобов больше сделали в каждой комнате и все понимаете если выбирать за одного монстра больше получать опыта на 10 процентов или на 10 процентов увеличить количество монстров лучше увеличить количество монстра потому что каждый задумается дропа будет больше правильно да вы будете получать больше урона потому что вас больше зачастую будет бить количество монстров но дропа больше понимаете да как бы лучше пони там добавили нот как на площади согласитесь на площади мобы достаточно кучно стоят и там по четыре по пять мобов на тебя постоянно горится какую бы пачку ты не ударил вот сделать также в башне да там бы большая часть людей именно качалась блин чатик нужны сейчас люди которые меня смотрят регулярно кто сегодня был в башне именно фармил монстров вы запомнили ту цифру которую вы получали с монстров то есть мне нужно от вас инфа допустим завтра вы зайдете на стрим и скажете мне сколько вы получали вчера с монстра опыта а сколько сегодня то есть там на пять процентов вы стали больше получать на 10 или там на тысячу опыта стали больше давать допустим получали 80 тысяч а теперь вам дают 81 и вы такие типа блять вообще ничего не поменялось короче вот хорошо так вот полученный от монстра будет увеличен охотничий количество появляющихся монстров будет увеличена скорее всего они просто респаун сделали быстрее но опять же интересно насколько стандартный респаун на локации 15 секунд не по-моему 20 я забыл на сколько около 20 секунд респаун каждого монстра в получается на пике и на площади на 2 или на 3 секунды быстрее респаун а в башне по-моему был такой же как и на пике на площади интересно насколько они респаун мне кажется максимум на секунду так будет примерно сокращение времени перезарядки появлением он странного да я как бы про это и говорю блин посмотрим так секунду я мусор уберу счета все минус мусор продолжим магазин 3 так 3 обменные или обменные билеты на костюмство поставить продажу типа 3 3 или 6 за цифра 3 3 там этот сезон наверное костюмы продажи билет обмена головного убора сезон один билет обмена украшения ну да да понятно да да ясно понятно так сложность клановой войны будет изменена так хорошо примерно захват по тайной долины осада небесного замка святилище бла-бла так окей захвата он так уничтожение камня захвата будет сложнее чем раньше надеюсь будет описание в чем сложнее так осада небесного замка победители уничтожить всех монстров так как их замка который ворот замка камень захвата осадная башня камнемет будет сложнее чем раньше ну либо у них будет больше хп а ну типа что значит сложнее чем раньше спасибо да что объяснили короче ну типа сами поймете когда увидите ну вариантов 2 либо будет просто больше хп вариант 1 2 вариант что то что не восстанавливалась раньше начнет хилиться или больше хилиться или вариант 3 просто будет меньше процент урона ну к примеру да там у тотема 3 миллиона хп а ты ему авто атакой наносишь урон по 50 а теперь ты будешь наносить по 45 урона ну допустим да наверное так ну или сделает больше хп или ты будешь меньше наносить урона или она будет больше хилиться или начнет хилиться башня черного дракона победа над гигантским скальным демоном будет сложнее шо за гигантский скальный демон это наверно призывной какой-то скорее все это вот этот топовый на 15 человек призывной но это точно не зузу его так и зовут зузу там какой-то там зузу наул или как его чё-то типа того а вот это гигантский скальный демон хотя подождите гигантский скальный демон это на третьем этаже и получается только усилят на третьем это же или на каждом но просто там другое название у У этого босса, понимаете? То есть нельзя на первом этаже выбить жетон с дракончика и использовать его на третьем этаже. И даже на втором. Поэтому скорее всего только на третьем или... Я не знаю. Непонятно. Так. Ладно, хорошо. Удобство. Функция избранная будет добавлена к содержимому портала и рейда. Так. Списки будут закреплены наверху после активации значка «Избранное. Расположение слева от портала и рейда». Так. Ага. Оки-доки. Наверное, это будет удобно. Наверное. Так. Ограничение уровня в чате для всех будет изменено. Чат на все каналы... О! Это прекрасно! Я думал, они сделают там с уровня... А с какого сейчас можно в чатике писать в общей? Так. С левела, наверное, восьмого или десятого, да, по-моему, можно писать? Так. По-моему, да, с уровня где-то десятого. А сейчас с сорокового. Это прекрасно. Ну, потому что заколебали эти узкоглазые боты, которые постоянно спамят. Продают там золото, там и все такое. Перейди по ссылке, там скачай вот эту программу и получишь просто нереальный буст и так далее, и так далее. Господи. Это просто капец. Слава яйцам. Все равно будут боты-спамеры, конечно, будут выкачивать до сорокового левела, но их будет меньше. Намного меньше. То есть на порядок будет меньше. Да. Ну, я думаю, вряд ли будут покупать сороковые аккаунты у кого-то с рук, чтобы там типа спамить. Ну, будут просто докачивать, вы поняли. Так. Никих изменений не коснулось. Группового чата, кланового чата и чата союзных кланов. А, ну это понятно. Так. Цвета уведомлений будут отображаться отдельно для следующих катего... Чё? Они разрисовали чатик? Клан. Зелёный. Союзные кланы. Ну, типа, да? Да ладно? Шепот. Ну, типа, личка, я так понимаю, да? Розовый. Вечеринка. Ну, типа, пати. Светло-синий. Блин, куча цветов. Почему они сделали... Ладно. Сделали, да и сделал. Так. Вот это мне интересно посмотреть, как оно будет там полностью всё будет там. Или как оно всё будет реализовано. Посмотрим. Я уже... Я очень жду, когда они сделают кнопку прочитать все сообщения. Или не получать сообщения от этого клана. Или чтоб клан можно было добавить в игнор. Вот, к примеру, я не хочу читать сообщения от союзного клана, в котором только спам рейдов каких-то. Или там какие-то албанцы общаются. Я не хочу от них получать сообщения. Можно их добавить как будто как в чёрный список. Ну, что-то типа того. Купили маркеры. Да, походу. Надеюсь, в одной из обнов они сделают. Не знаю, насколько нам нужен разноцветный чатик. Наверное, это будет удобнее где-то. Возможно, знаете, как это будет? Только никнейм человека будет подписан цветом. А сообщение всё равно будет того же цвета. Я не знаю, как они точно. Потому что тут перевод такой. И как они сделают, увидим в чатике, когда выйдет обнова. Снять печать. Функция ускорить. Всё будет добавлено при использовании снять печать. Да ладно? Я это обсуждал сколько? Полторы-две недели назад? Когда я открывал вот эту вот кучу сундуков и ускорял каждый по одному, блядь. Я говорил, эх, была бы функция ускорить всё. Вимейды. Вы походу шарите, да? Russian Speak, да? Блядь. Они добавили это, чатик. Ладно, вы можете немедленно завершить снятие печати за золото или ускорение. За золото, наверное, так же дёшево, как и ускорять здание. Ага. Склад. Функция переместить всё будет добавлена в складе. Подожди. При перемещении предметов в складе после активации переместить всё. Там не нужно устанавливать количество предметов. Просто, ну прям, всё-всё с одной. Ну вот, ты заходишь в инвентарь, да, или на склад. У тебя там сколько? Раз, два, три, по-моему, четыре ячейки, да, разных? Если нажать, переместить всё, оно переместить. Ну, допустим, первый инвентарь, где у тебя шмотки, оно прям всё перекинет? Или там можно будет как-то настраивать? Допустим, ноу-грейт шмотки, зелёные, синие. Я надеюсь, можно будет как-то настраивать. Ну, это не прям сильно нужно было, согласитесь, как часто вы прям на склад кидаете по миллиону шмоток. Думаю, не так часто. В основном, там какие-то пару ресурсов, которые вы не хотите хранить. Ну, и может, какие-то там одну-две синих шмотки. Так, лунтик, где лунтик? Нет лунтика. Так, исправлены ошибки и улучшен игровой процесс. Ага, улучшено отображение количества получаемого опыта в уведомлениях об энергии до второго знака после запятой. Окей, наверное, да, наверное, это очень нужно. Исправлена ошибка, из-за которой нельзя было снять артефакт дракона и мистическую часть при использовании смены класса. Да, есть такое. Но зачем это нужно? Наверное, кому-то это нужно. Всякую хи... Дичь переделывают, то, что, как бы, ну, наверное, нужно одному из тысячи, из миллиона, но они это делают. А вот то, что нужно, вот прям вот вопиющие проблемы... Нет, зачем? Потом. Улучшена сортировка камня усиления в инвентаре при усилении предметов. Интересно, как они ее улучшили? Так, как я спойлерил? Или как-то по-своему? Помните, я говорил, что было бы классно, чтобы камни всегда как-то были либо наверху, либо как-то сбоку привязаны, чтобы их всегда можно было видеть, а не вот эту шмотку наверху, потом вниз листаешь, выбираешь желтый камень, потом вверх листаешь, выбираешь шмотку, вниз листаешь, берешь фиолетовый камень, если не так проточилось. Если бы это было неудобно, может они как-то привязку сделают? Не знаю. Вунтик подсел на Аракиса, теперь я тоже поросеночек? Нет, поросеночком ты будешь, когда ты станешь спонсором канала. Да. И ты говоришь, ты девочка, и ты подсела на Аракиса? Оу. Оу. Ну, мы еще не видели пруфов, подожди-ка. Как бы девочка, и без пруфов пока не девочка. Так, дальше. Исправлена ошибка, из-за которой миссии сотрудничества можно было выполнять на Domination Server. Типа, теперь нельзя будет? Наверное, да? А что можно было выполнять? Чатик, что-то делали? Честно, я вроде бы ничего не делал. Ну, наверное, какие-то копки, скорее всего, да? Типа там 180 раз покопать траву. Наверное, вот типа такие миссии делались. Наверное, ну я типа в доминации ничего не копаю. Исправлена проблема, из-за которой не отображалась информация о предмете из 31 предмета при регистрации более 31 предмета в списке избранного на рынке. Наверное, но у меня нет в избранном 31 предмета или 30 даже. Наверное, это очень важно. Так, наверное. Наверное, это очень важно. Я поставлю, чтобы в чате могли писать только подписчики. Две секунды. Так. Подписчики от 5 минут. А давайте даже одну минуту достаточно. Эти тупые боты, они не умеют подписываться все равно. Так, продолжим. Так. Ну, из того, что интересно, согласитесь, пэт, как бы он не выглядел, топчик. Это прям вообще. Вообще топчик. Да. Насчет сервера завоевания, возможно, теперь я там буду качаться. Блин, ну, чатик, серьезно. Если вы помните, какую цифру, именно цифру, я просто вообще там мобов не бью. Вообще. Если вы качались, напишите мне в личку, в телеграме, в вайбере. Если у вас есть какой-то видосик или скриншот. Может, у вас есть какой-то скрин, где вы с кем-то дрались и параллельно убили монстра. Ну, желательно с теми же условиями, с той же банкой на опыт и так далее. Чтоб вы могли сравнить, а мне потом, вот завтра, сказать, сколько вы получали опыта, а сколько теперь. По количеству монстров, по появлению монстров, я и сам пойму. Там, типа, это визуально будет понятно. А вот именно цифра опыта. Я тоже про это говорил, что когда ввели башню, я сразу сказал, что там достаточно малое количество монстров в любой комнате. Их мало. Такое ощущение, будто ты пришел в какую-то обычную локацию и, типа, пытаешься там качаться. А это вроде бы башня, 4 часа там, как бы, хочется покачаться. Да. Ну, надеюсь, они, типа, апнут это и количество, и все такое. Короче, да, вот, дальше. Что еще из такого они сделали? Ну, всякие там ивенты, это всегда приятненько. Посмотрим, что мы тут будем получать. Вот эти два босса, я так понимаю, это явно не для нас введено. То есть, явно не для простых смертных каких-то. К бабке не ходи. Но и самое главное, не знаю, как для вас, но для меня уж точно, где оно там. Это 130-й левел. Где там? Где там? Где там? Да, 130-й левел. Да, где же оно? Короче, где-то там, да. 130-й левел. Это уединенное обучение. Интересно, сколько оно БМа даст? Я же прокачаю его буквально сразу. Да. Да. Кстати, там здание 20-го левела, которое требует 10-го левела там какую-то фигню. А у меня сейчас 8-го. И мне через 3 красных ветки будет 9-й. Я думал, а каким чудом я когда-то сделаю 10-й. И вот эта цишка, получается, подожди, не цишка, а уединенка. Она даст 4. Так она даст сразу 2 уровня. Офигеть. Я что-то подумал. Подождите. Правильно? Ну да, каждые 8 улучшений уединенки дают тебе одну большую вот эту, ну бонусную, назовем так, уединенку. Там, допустим, 1000 хп, сколько там, 1000 маны, да, там 40 атаки, 40 маг атаки. Вы поняли? То есть я апну первые 2, какие бы они ни были, на плюс 4 в сумме 8. То есть я повышу, сразу 2 вот этих вот ачивки сделаю. Первая даст мне 2,5% от навыков, защита от навыков. 6 крит урона, защита от крит урона. Там что-то от скиллов, да, защита от скиллов, я не помню, там 4 каких-то вида, там плюс-минус, плюс-минус. А следующее, которое я тоже апну, да, и еще 2. Правильно? Тут же, где оно написано было? Где мы там читали отчетик? Где оно было? Ты пропустил, да? Где оно, где оно, где оно было? Раз, два, три, четыре, все правильно. И типа... Я что-то не понял. Мы все 4 сможем апнуть на 130 левеле? Или может все-таки тут они не дописали? Но допустим, вот эти 2 на 130, а вот эти 2 на 135. Не удивлюсь, если так будет. Я что-то сразу не обратил внимание, что здесь их 4. Просто задумайтесь. На 120-м вы апнуть можете только 2. На 125-м тоже 2. По-моему, даже со 115-го или со 110-го по 2 вы уже можете апать. Это на 70-м или каком левеле вы сразу целый ряд можете из 4 апнуть. Вот, понимаете, да? Ну, блин, если 4 и на 130-м это будет зашибись. Я как бы вообще не против. Это считает, 2 ачивки я выполню по 8. Офигеть, у меня BM апнется, как и в принципе у всех на 130-м левеле, где-то на 2,5-3 тысячи. Понимаете, да? Что у всех резко плюс 3 косаря BM. То есть ты сможешь формить резко что-то то, что ты не мог формить до этого. Приведу пример. То есть я на 8-м пике смогу стабильно формить этих средних боссов. Да. Ну, типа будет проще. Поняли, да? Ну, типа как-то странно, почему они 4 меридиана ввели, требуемый уровень 130-й. То есть они написали 130-й, или там и 135-й. Вот это большой-большой вопрос. Да. И не удивлюсь, если они все-таки дадут возможность прокачать все вот это на 130-м. На 130-м. А потом ведут новый патч, и разделят это на 2, и скажут, типа, и на 135-м. Я надеюсь, они так не сделают, потому что возникнет много вопросов. А то, что я прокачал вот эту третью и четвертую. То есть она у меня автоматом прокачается, когда я возьму 135-й только? Или мне нужно будет заново качать и опять тратить веточки? Короче, попомните вот эти мои слова. Вы же знаете, я наперед как бы спойлерю то, что скорее всего будет косичком. Вот как-то так, не знаю. Пишите комменты. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!